Я не собираюсь обсуждать, кто виноват. Это настолько очевидно, что говорить об этом бессмысленно. А что произошло? В 2014 году. Идем по проселку, где собаки едят руками. Мы все бросили. Почему? Потому что я закрывала, чтобы дети не смотрели. Никакого уважения к человеческой жизни, никакого уважения к человеческой смерти. Только имею в виду, в Бога вашего я не верю. То, что зло невозможно остановить ни смирением, ни добром, ни христианской любовью, ни добродетелью, ничем. Вы с этим смирились? А никто не останавливает. Мы не знаем, что впереди. Может, еще самое страшное впереди. Может, мы еще даже до середины не добрались. Мы находимся в 21 веке в Петербурге. И то, что мы собираем вот эти элементарные вещи людям, это и есть какой-то символ гуманитарной катастрофы. Едва ли не более хлесткий, чем разрушенный Бахмут. Да, потому что в какой-то момент оказывается голый человек на голой земле. Все с собой не унесешь, да, только Родину. Да, можно на подошвах ботинок. А потом приезжаешь, в общем, нужно начинать как-то жить. Где-то. Как люди преодолевают барьер, что они приходят за помощью к людям, которые живут в стране, которая на них напала? Это вопрос не в этом. Вообще, одна из самых великих наук, которому человеку приходится учиться, это просить о помощи. Мы очень часто стесняемся сказать, мне плохо, подержи меня за руку, мне плохо, помоги мне. Это самое сложное. Поэтому наши замечательные ребята, которые вообще, собственно, это начали, придумали, мы просто, так сказать, подхватили, по сути, их идею и помогаем им самим работать с этим двум складом. Видите, это все сделано более-менее с попыткой, как в магазине, да. Человек может пойти, человек может посмотреть, человек может померить, чтобы человек себя чувствовал более комфортным. Он просто, да, вчера человек выбирал, какую школу ему отправить ребенка, а сегодня он выбирает в общей коробке резиновые сапоги по размеру. Да, это очень все, мягко говоря, печально. Но это оказалось один из более чем востребованных проектов. Причем для всех. Люди, которые едут проездом, человек выезжает откуда-нибудь из Херсонской области, там плюс 25, приезжает сюда плюс 14. Ехать ему в Норвегию, там будет плюс 5. По дороге одеться нужно, просто чтобы по дороге не замерзли. 90% всех, кто едет, оказывается, что нет удобных чемоданов. Привет, 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 заходи. Нет удобных чемоданов, нет удобных рюкзаков. Тяжело в дороге. И всех, кто остается, тоже нужно как-то быт устраивать, да, и с этим тоже проблемы. Люди чувствуют это унижение, что им после всего пережитого приходится еще и просить. Ну, вот их задача попытаться сделать так, чтобы этого унижения не было. Отец Григорий, вы один из самых известных на сегодняшний день в России людей, которые на волонтерском уровне, на человеческом, занимаются организацией помощи беженцам из Украины. Это правда, что в России помощь беженцам – это форма тихого протеста против войны? Я думаю, да. Потому что помогать беженцам – это, ну, автоматически, конечно, не одобрять военные действия. В общем, несколько раз мне задавали вопрос. Я говорю, ребят, моя проблема заключается в том, что я не одобрял и военные действия в Чечне, и не одобрял бомбардировку Белграда. И мне очень не понравилась операция «Буря в пустыне». У меня нет в этом смысле какой-то избирательности. Знаешь, вот американцам можно, а там россиянам нельзя. Я считаю, что никому нельзя. В этом моя проблема. Вот, тем не менее, человечество регулярно это делает. В этой связи два вопроса. Первое. Скольким беженцам помогла ваша организация? И второе. Почему вы начали это делать? Ну, давайте начну со второго. Я не понимаю, как это можно не делать. Потому, что вообще помощь тому, кому хуже, чем тебе, это одна из прямых, опять же, христианских задач. И вообще человеческих задач. Поэтому, как только стало понятно, а это стало понятно, вы знаете, поразительным образом, к вечеру 24 февраля. Потому, что оказалось совершенно внезапно, никто не мог предположить, что в России находится довольно большое количество граждан Украины. Ну, и здесь кто-то проездом, кто-то на учебе, кто-то лечился, кто-то замуж выходил. И который совершенно не понимает, а что теперь делать. Потому, что никакого ценного указания не последовало. Они могут оставаться, они могут уезжать. Что они должны делать-то? И люди стали искать информацию. Это такой запрос для начала был 24-го. Мы уже днем тогда собрали такую, так сказать, рабочую группу правозащитного совета Санкт-Петербург. Сказали, что мы открываем горячую линию, просто чтобы люди могли задавать вопросы. Порядок выезда, как теперь действовать и так далее. Мы стали помогать, в основном, информационно. Довольно скоро стали появляться, собственно, беженцы. И вот у этих людей уже не было денег. Мы стали скидываться. Своими? Своими, ну, а какими? Ну, своими, с друзьями кого-то. И стало понятно, что этих денег не хватает. Тогда я несколько раз попросил помощи, скажем так, у своих френдов в Фейсбуке. Френды стали скидываться. Потом стали открываться вот эти пункты временного размещения. Первый пункт временного размещения, который вот здесь, в Ленинградской области, в Тихвине, Царицыного озера. И тут стало понятно, что нет. Это не может работать как частная инициатива. Что явно будет большой запрос на то, чтобы было некое юридическое лицо. Стало понятно, что там довольно большое количество детей, которым нужно заниматься, для старших классников. Потому, чтобы заниматься, например, им всем сейчас нужны, извините, какие-то компьютеры, планшеты. Я помню, первый запрос был, там, 40 ноутбуков. Но ведь ПВР – это государственное учреждение. Подождите, ПВР – это не государственное учреждение. ПВР – это учреждение, которое по договору с государством предоставляет жилье и питание. А все остальное государство не предоставляет. Кстати, на них грех жаловаться. Они там довольно хорошо все сделали. И в том числе миграционная служба, которая там прямо вот выездной пункт открыли. Медицинский фельдшерский пункт открыли прямо там. Это же вообще в целом шизофрения. Страна-агрессор организовывает пункт временного размещения для людей, которые остались без дома, по вине ее агрессии. Понимаете, давайте так. Тут есть, как всегда, много пластов. Пласт номер первый – это МГП, Международное гуманитарное право. Международное гуманитарное право говорит о том, что либо им государство… Окей, агрессор должно обеспечить безопасное существование там, где они жили. Либо они должны быть перевезены в некую третью нейтральную страну. Третью нейтральную страну. Да, да, да. Но мы знаем, что у нас все происходило не так. И более того, мы знаем, и это тоже правда, и это тоже реальность. Что достаточно количества людей, может быть, это не такое большое, как хотелось бы, не знаю, какой-нибудь пропаганде. Но, тем не менее, довольно значительное число людей, я его оцениваю не меньше, чем в 10% от числа всех беженцев, которые, конечно, не хотят жить в России. Вас-то удивило сперва? Да нет, меня это не удивило. Человек вообще существо неожиданных. Понимаете, поверьте мне, как священник, которому ни одну сотню исповедей приходилось выслушать. Понимаете, что у человека в голове иногда понять невозможно. Человек очень часто сам не понимает. Ну, хотят и хотят. Они имеют на это право. И так вы начинаете сперва помогать ПВРам? Нет, мы все время помогали людям. Мы никогда не помогали ПВРам как организациям. Мы помогали людям, которые там. Ну, вот просто пример про тех же самых 40 ноутбуков. Мы нашли благотворителя, который их купил. Но он не может их передать просто так. Он должен их передать некой организации. В данном случае это был уже Центр помощи беженцам, как структурное подразделение местной религиозной организации. Мы их приняли, оприходовали и уже раздавали под, так сказать, расписку тем, кто их просил. И дальше началась медицинская помощь, покупка билетов. Вот сейчас занимаемся, так сказать, в том числе людям самым разным и остающимся, и уезжающим. На перевод документов и постелирование. И так далее. Тот же самый ГУМ-склад. Да, это частная инициатива замечательных мальчиков и девочек. Но для того, чтобы он нормально функционировал, должно быть юридическое лицо, которое заключило договор, который ведет эту работу, который отвечает за это пространство. Потому что, к сожалению, вот у нас была ситуация. Не очень добросовестный человек пришел, скажем прямо, и украл у сотрудника рюкзак с документами, деньгами и так далее. Поймали в итоге. Кто-то должен разговаривать со Следственным комитетом. Ну вот я и разговариваю со Следственным комитетом. Сколько волонтеров у вас? Ой, ну вы знаете, условно говоря, в штате, в условном штате, да, те люди, которые вот 24 на 7. Ну, в общем, все вместе 10 человек. А волонтеры, которые в чатике? Вот, а волонтеров, которые так или иначе в чатике, и тут, и там, и неизвестно откуда, ну, несколько сот. Ого. Более того, поскольку такие волонтерские как бы сообщества, они действительно стали возникать. Естественно, и в Ростове, и на Дону, потому что основной поток так или иначе шел через них. И в Крыму, и в Белгороде, и так далее. Понятно, что это, в общем, так или иначе все такое сообщество, которое горизонтальное, да, которое все со всеми общаются. И в России, и не в России, и за рубежом, и так далее. Понятно, что в основном это, конечно, русскоязычные люди, и украинские украинцы, и всякие. Просто люди для себя определяют, что вот сейчас есть это реальная, огромная проблема. Людям нужно физически помочь. Людям нужно помочь оказаться в безопасности. Согласно прошлогоднему опросу в ЦИОМ, только 38% россиян удовлетворены своей работой. При этом больше половины опрошенных признаются, что в последние годы стали тратить на работу больше сил, чем раньше. Хорошая новость. В 2023 году многие понимают, что профессия – это не навсегда, и отваживаются ее менять. Самой перспективной сферой для смены профессии остается IT. Спрос на IT-специалистов растет как в России, так и за рубежом. Понять, какая цифровая профессия подходит вам больше всего, можно при помощи карьерного консультанта. Онлайн-университет SkyPro предлагает бесплатные карьерные консультации для всех, у кого есть высшее или даже просто среднее образование. На онлайн-консультации эксперт проанализирует ваши опыты и навыки, определит, в какой профессии их можно лучше всего применить и составит персональный пошаговый план перехода в новую профессию. Это может быть работа в сфере аналитики дизайна, маркетинга, тестирования или разработки. Даже если ваша предыдущая специальность никак с этими областями не пересекалась. SkyPro уверены, у вас уже есть навыки для работы в IT. Осталось только выяснить, какие. Онлайн-университет гарантирует, что сделает из вас IT-специалиста за один год. Обучение по всем направлениям проходит полностью дистанционно, с личными консультациями наставников и разбором домашних заданий. По окончании курса выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке. А если уже во время обучения вы поймете, что хотели бы сменить направление, то в первый месяц это можно сделать абсолютно бесплатно. В договоре SkyPro прописана гарантия трудоустройства. Вам не только помогут подобрать подходящие вакансии и откликнуться на них, но и проследят, чтобы у вас были все необходимые навыки для прохождения испытательного срока. А еще по промокоду Гордеева вы сможете сэкономить сразу 20 тысяч рублей. SkyPro выделил гранты, которые можно потратить на любые платные курсы онлайн-университета. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране, записываемся на бесплатную карьерную консультацию и не забываем указать промокод Гордеева при выборе курса. На сегодняшний день все чаще и от патриотически настроенных, ну вот в том смысле, в том-то сегодня понимается в официальной России. И церковные иерархи говорят о том, что где-то в Священном Писании говорится о необходимости войны, о праведности войны и о том, что чуть ли не Христос был первым воином. Я не так хорошо, возможно, знакома с текстом, но может быть вы мне поясните, где именно это написано и о чем идет речь? Я, видимо, тоже совершенно не знаком с этими текстами, потому что я не знаю. Я в Священном Писании, в том числе, которое издавала Московская Патриархия, таких текстов не читал. Я думаю, что у них, видимо, есть какое-то новое уточненное издание, как вот сейчас господин Мединский пообещал, уточненный учебник истории. Но вот также есть уточненное Священное Писание с отнесенными поправками. С точки зрения христианства все давно уже сказано, начиная с «поднявший меч от меча погибнет», заканчивая заповедью «не убей». Вопрос в том, что, конечно, в течение двух тысяч лет церковь, которая все-таки жила не сама по себе, а в обществе, в государстве, регулярно сталкивается с тем, что, например, на страну, где мы живем, нападали. И нам нужно каким-то образом реагировать. Вообще, сам термин «освободительная война», война, связанная с защитой Отечества и так далее, да, конечно, церковь такие вопросы осмысляла. И, признавая вынужденность такой меры, вынужденно благословляла своих воинов на защиту Отечества. Хотя, вообще-то, по канонам, которые действовали еще, например, в царской России до 1917 года, воин, который принимал участие в боевых действиях, на три года потом отлучался от святого причастия. Его не допускали. Потому что человек, вынужденно убивавший других людей, должен провести эти годы в покаянии, в размышлении, в молитве. Поэтому была, кстати говоря, традиция такого последнего причастия воинов, да, когда перед битвой служилась литургия, и воины причащались. Потому что было неизвестно, кто из них вообще останется в живых, кто погибнет, а кто будет отлучен. Потому что будет вынужден убить другого человека. То есть, это не в том смысле, которым сейчас благословляют на бой? Нет. Это было благословение на бой совершенно, я бы сказал, другого характера. И уже потом, после того, как эта битва состоялась, выжившие, к сожалению, три года к причастию не приступали. То есть, да, они могли присутствовать в церкви, они могли служить панихиды, молебны, все что угодно. Но все-таки высшая ценность, высшая таинство церковное – это причастие. И люди уже к этому не допускались. Тогда церковь еще помнила какие-то вот такие свои правила. Потому что не существует оправдания убийства. Именно поэтому мы в 2014 году предлагали отлучить от причастия людей, которые участвовали в столкновениях на Донбассе. Да. И вот это было как раз результатом впечатления от такого личного. Вот увидев всех этих ребят с двух сторон. Я понимал, что большинство из них вовлечены обманом. Но существуют те, кто добровольно, поэтому, собственно говоря, тогда я и говорил о добровольности. Об отлучении тех, кто добровольно взял в руки оружие. То есть, ну, мы помним, да, советское стихотворение. Он хату покинул, пошел воевать, чтобы землю крестьянам в гранаде отдать. Где гранада, где ты, зачем тебе эти крестьяне. Вот людей, которых в том числе обманом вовлекли в эти боевые столкновения. Хотелось, ну, немножко отрезвить. Чтобы они почувствовали, знаешь, что, в общем, в том, что они делают, существует очень серьезное нарушение смысловое. Мы прекрасно знаем, что, несмотря ни на какие, там, украинизацию, там, не можно все, что угодно придумывать, насильственное, ненасильственное, какая угодно. В 2013 году ни в Донецке, ни в Краматорске, ни в Киеве люди не гибли. Это стало происходить только после того, когда началась вот эта так называемая русская весна. Только тогда, когда этого рогатого товарища выпустили из этой бутылки и сказали, можно. Вот для доказывания своей правоты можно убить другого человека. Вот с этого момента началось. В ноябре 2021 года студент медучилища из американского штата Джорджия Крис Уильямсон проснулся, и в это невозможно поверить, триллионерам. Еще более трудно поверить в то, что за день до этого Крис вложил 20 долларов в криптовалюту под названием Rocket Bunny. Так вот, за день эта криптовалюта выросла в 65 миллиардов раз. Уильямсон, разумеется, не поверил своему счастью и тут же попытался вывести часть денег, но за пределами криптобиржи стоимость Rocket Bunny была совершенно другой. Крис связался со службой поддержки своей криптобиржи и несколько дней терпеливо наблюдал, как его эфемерное состояние продолжает расти. В какой-то момент оно перевалило за 180 триллионов долларов. Просто для понимания, ни Илон Маск, ни Джефф Безос еще даже не приблизились к своему первому триллиону. Выдыхайте. Разумеется, сумма на счету американского студента медбрата оказалась сбоем системы, и криптобиржа ее обнулила. Когда я собралась купить первую в своей жизни крипту, такие истории сильно настораживали. Да, я не собиралась зарабатывать миллиарды и уж тем более триллионы, а просто хотела освоить новый инструмент для вложения и перевода денег. Но ужасно боялась попасть на мошенников. Тогда моя подруга, ее тоже зовут Катя, прислала мне подробную инструкцию о том, как вообще люди покупают крипту. Первым пунктом там значилось. Обязательно посмотри рейтинг обменника на BestChange. Они не обманывают. BestChange – это старейший интернет-сервис на русском языке, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными курсами. Если вам нужно купить или продать любую криптовалюту, перевести деньги на иностранный счет или вывести их через любую платежную систему, а разбираться с криптобиржами нет времени или желания, то BestChange – это ровно то, что вам нужно. Сайт этот бесплатный для всех и на нем нет рекламы, что очень удобно, когда нужно сосредоточиться на цифрах. В базу BestChange включены только надежные и безопасные обменники, уже зарекомендовавшие себя на рынках. Прежде чем добавить на сайт, их тщательно проверяют, а в дальнейшем следят за репутацией. Сейчас на сайте сотни обменников, которые можно отсортировать по популярности или самому выгодному курсу. BestChange очень заботится о безопасности пользователей. Поэтому поддержка сайта не только следит за репутацией обменников, но и помогает клиентам в любых спорных ситуациях. Переходим по ссылке в описании и выбираем на BestChange самые выгодные и безопасные варианты обмена крипты, фиата и электронных денег. Вареная сгущенка есть, есть простая. Сгущенка простая, вареная. Так, рис, мука, гречка. Давайте рис, мука. Сейчас, когда идет уже война, считайте, 600 дней почти, да, люди, с одной стороны, привыкли к беженцам, и это не вызывает острой реакции, а с другой стороны, чувствуется раздражение. Вы это замечаете? Нет, я не замечаю. Я замечаю то, что до сих пор существует довольно большое количество людей, которые до сих пор не могут понять, а что, как могут украинские беженцы оказаться в России? Спрашивает меня кто-то в очень белом плаще. А как? Как это может быть? Никак, нет, не может быть. В России не могут оказаться украинские беженцы, да, и кто-то может спросить по другую сторону, откуда вообще беженцы, там же все в порядке, там вон город Мариуполь практически уже возрожден из руин, что они делают? Помните, был хороший анекдот советский, да, когда какой-то там молодой человек поступает на инстфакт, среди прочих, первый вопрос, там, не знаю, реформы Александра Второго, он блестяще отвечает, второй вопрос, значение там художников-передвижников он отвечает, и там что-то про поэзию Серебряного века. Ну, говорит, ну, последний, пожалуйста, доклад Юрия Владимировича Андропова, 60 лет СССР. Вы простите, чей доклад? Это Юрия Владимировича Андропова, 60 лет СССР. Простите, 60 лет чему? Говорит, молодой человек, извините, пожалуйста, вы откуда? Я там, не знаю, из верхней рогавки бросаю все, уезжаю в верхнюю рогавку, думает преподаватель. Понимаете, вот иногда, глядя на наших, так сказать, сограждан, думаешь, ну, как же вы хорошо живете? Вы до сих пор не осознали, что это сотни тысяч людей, да, есть разные цифры. Вот я склонен доверять, скорее, тем цифрам, которые дает погранслужба ФСБ, что около миллиона двухсот тысяч граждан Украины проехали через Россию. Кто-то остался, кто-то не остался, там вот уже начинаются более сложные подсчеты и так далее. Миллион двести тысяч – это гигантские цифры. Их не заметили. А люди, сами люди, которые здесь живут, они заметили? Нет, не заметили. И получается, жизнь по-прежнему идет своим чередом? Для многих, да, для многих все нормально, все в порядке. Ну, доллар вырос. Это потому что нас ненавидят, поэтому доллар вырос. А так все хорошо. К сожалению, таких людей еще много. Есть одно из предположений, да, что вообще в экстремальных ситуациях психика человека, да, она так специальная, это защитный механизм, да, ты закрываешься и перестаешь воспринимать окружающую реальность. Может быть, такие защитные механизмы срабатывают, может, еще что-то сложно сказать. А как же вот эти все истории про милосердный, сострадающий, великодушный российский народ – это все оказалось мифом? Я много раз видел, когда люди, сталкиваясь напрямую с ситуацией, проявляли просто, я бы сказал, чудеса милосердия. У нас один из первых, так сказать, первых историй, с которыми мы сталкивались, я, почему я, так сказать, запомнил тогда еще, впечатления были поярче. Значит, написала семья, мама, бабушка, дочка, дочка лет 8. Значит, они из Мариуполя выехали достаточно рано, еще, по-моему, конец марта или начало апреля, оказались в Астрахани. Быстро изобрели, что, собственно, делать нечего, родственники у них, по-моему, в Польше. В общем, они сказали, что вот мы хотим, можете помочь, подъехать в Польше? Да, пожалуйста. Мы им помогли взять билеты на поезд, а вот, ну, когда, значит, мы встретились, мама, вот, буквально с таким, представляете, говорит, мы ехали два с половиной дня, и нас все спрашивали, откуда, а вы знаете, я так уже волнуюсь, я уже так устала от всего, от этого, я стала говорить прямо, все, что я думаю. Она нам вагон денег собрал, нам вагон вещей, например, дочка вышла с такими. То есть они два с половиной дня ехали по России? Да, они ехали по России с российскими гражданами, которые, значит, выслушивали от них, что они думают. И вот такая была реакция. Им собрали денег, им собрали еды, им надарили игрушек. И она вышла, говорит, я не понимаю, говорит, вообще все не так, как я думала. А вы понимаете? Я не понимаю. Я знаю только одно, что когда человек встречается с другим человеком глаз в глаз, так сказать, лицом к лицу, да, вот эти все фейсбучные баталии немедленно куда-то уходят. Потому что, сидя в фейсбуке, очень хорошо посылать друг друга в разные стороны. Не, ну, жизнь, она в целом сложнее, чем фейсбук, мне кажется. Ну, это вот история про милосердие. Причем я потом еще раз говорю, Наташа, вы как бы, а вы говорили, что вы вот оттуда, что вы едете в Польшу, что вы не хотите тут? Говорит, да, я сказал. Потом еще и потом с этими деньги говорят, вот-вот, может быть, куда-то их отдать. Потому что, действительно, русских денег, да, больше, чем им может понадобиться вот эти 150 километров до Нару. То, что сейчас за эти два года произошла нормализация военно-раненых, убитых, смертей, бед, несчастий и желание людей, не оглядываясь на это, жить свою обычную жизнь. Как будто бы ничего не происходит. В данном случае ситуация шизофреническая, потому что она создает вот эту ложную гибридность. Причем даже в среде патриотической общественности все чаще задают вопрос, да, почему мы не воюем? А почему у нас нет мобилизации? А почему у нас все для фронта, все для победы? Почему этого нет? А что более нормального, вам кажется, с точки зрения поведения человека, когда он целиком погружен в повестку? Или когда он, наоборот, в какой-то момент говорит, нет, я больше этого читать не буду. Да, я знаю, что есть боль и несчастье, но нет, я буду жить свою жизнь. Жить свою жизнь надо в любом случае. Просто проблема в том, мы живем как потребители или мы живем как созидатели. Потребитель, конечно, в данном случае, поймите, опироль – это хороший символ, но это, в общем, действительно только символ. Неважно, человек, конечно, имеет право на чашку кофе. И, конечно, человек имеет право на глоток чего-нибудь покрепче. Вопрос смысла. Я живу ради лавандового латте или я живу все-таки ради какой-то деятельности? Нет, я не согласен, это вот не нормализация, это привыкание. Понятно, что, конечно, когда мы каждое утро открываем телеграмм и смотрим, где чего упало за ночь, по какую сторону границы, да, есть жертвы и разрушения, нет жертвы и разрушения. Понятно, что это уже становится неким, ну, можно сказать, даже ритуалом. Это некое привыкание, но не нормализация. Нужно все время для себя держать вот эту точку отсчета. Насильственная смерть. Она не может быть нормой. Ну, смотрите, вот человек, который... Я много езжу по России, я этих людей встречаю. Человек, который приложил кучу усилий для того, чтобы построить свой бизнес где-то в российской провинции. И вот этот бизнес начал расти. И этот человек категорически против войны. У него, скорее всего, есть родственники в Украине. Он вообще не принимает то, что происходит. Но он мне говорит, если я сейчас открою рот, мой бизнес закроется, кому от этого станет лучше? Ну, известно давно, что совершенно не обязательно рот открывать. Я не призываю никого открывать рот и, более того, не призываю никого выходить на площадь. Ну, он же платит налоги. На эти налоги покупаются и делаются пушки, которые убивают людей. Ну, у нас вообще тайна, куда и как тратятся наши налоги... Это не тайна. Да, это хорошая тайна, понимаете. К счастью, мы столько знаем о том, как на эти деньги покупаются золотые унитазы и яхты. И на пушке уже ничего не остается. Что, знаете, тоже разговор такой. Не все так однозначно с нашими налогами. Поэтому дело не в налогах. А дело в том, что я могу сделать, кроме этого. И ради чего я продолжаю свой бизнес. И с чем он связан. Работает мой бизнес непосредственно на войну? Или он работает на, не знаю, производстве продуктов питания? Понятно, что, опять же, любая вилка, да, можно в глаз ткнуть, можно котлету кушать. Бинт спасает раненого гражданского, да, или спасает раненого солдата, который потом опять встает в строй, продолжает убивать. Все упирается все равно в то, что я хочу своей деятельностью сказать городу и миру. И для человека, который в том числе ведет бизнес, понимаете, тоже ведь разное. Ведешь бизнес хорошо, платишь налоги, ну, молодец, потому что другого способа нет. Отдаешь ли ты бронь для своих сотрудников, например? А помогаешь ли ты тем же самым беженцам? Это же все комплекс. Понимаете, люди не выбирали страны. Я знаю других, в том числе бизнесменов, да, которые уже достаточно давно, надо сказать, не в 22-м году, а значительно раньше, начали активно уводить свой бизнес из страны. Почему? Потому что мы не видим перспектив. Мы хотим заниматься бизнесом, мы хотим работать на благо людям, но перспектив мы не видим. Но вы все еще здесь, значит, вы видите перспективы. А я, слава богу, не занимаюсь бизнесом. Я понимаю, что я в этой точке могу быть полезен слишком большому количеству людей. У нас еще десятки тысяч людей остаются там, на этих территориях, ну, в частности, после затопления Каховской ГЭС. И эти люди нуждаются в помощи. И те, которые остаются там, и те, которые мечтают уехать, и те, которые выехали. Потому что, да, на самом деле в той же самой Европе тоже, извините, не медом намазаны. Нам уже приходилось сталкиваться не единожды с просьбой «повезите нас обратно». В Россию? Ну, не в Россию, в Украину, или в Россию, или еще куда-то. Самые разные для этого могут быть причины. Ну, один такой вот, я бы сказал, образцово-показательный пример. Люди выехали, выехали в Европу. У мамы, к сожалению, там был довольно тяжелый психиатрический диагноз. Что такое работа с психиатром? Это работа говорить нам. Понимаете, к сожалению, там, в этой стране, замечательной, очаровательной стране, нету психиатра, который бы говорил по-русски. Ну, а есть у мамы, есть родная сестра, которая уже много лет жила в Калуге. Ну, что делать? Значит, маме пришлось ехать сюда, к сестре, в Калугу. Никакого другого варианта не было. Потому что, к сожалению, она там не может получить качественную медицинскую помощь. А в Мариуполе у них ничего не осталось. У них полностью разрушено два дома, где они жили. И возвращаться туда невозможно. А люди, которые возвращаются в Мариуполе, вы понимаете? Нет. Но вы помогаете возвращаться? Я не вижу оснований им отказывать в этой помощи. Человек имеет право выбирать место, где он живет. А вы отговариваете? Да. А что вы говорите? Я говорю, что это опасно. В том числе потому, что... Ну, давайте исключим даже момент военных действий, который полностью исключить невозможно. Но давайте предположим. В городе очень серьезно разрушена инфраструктура. В городе нехватка медицинских работников. В городе масса проблем. Возвращаться туда инвалидам, семьям с детьми, ну, на мой взгляд, опасно. Лучше оставаться где-то, вот если уж они никуда не хотели уехать, например, в Европу или Украину, лучше уж оставаться в России. Ну, кто-то говорит, нет, вот мы сейчас подлатаем, мы поедем, мы договорились, нам тут вот полиэтиленовую пленку дадут, мы там домик свой замотаем и будем жить. То, что зло невозможно остановить ни смирением, ни добром, ни христианской любовью, ни добродетелью, ничем. Вы с этим смирились? Ну, почему нельзя? Можно. А никто не останавливает. Понимаете, мы сейчас с вами видим картину, да, вот дали Абрамсы, вот дали Леопарды, вот дали Джавелины. Простите, вы считаете, что зло остановили? Я считаю, что зло никакое не остановили. Зло, наоборот, придали дополнительные силы. Российские воинские контингенты остановили, это правда. Но разве в этом заключается противостояние злу? А в чем? В том, чтобы максимально работать на то, чтобы по-настоящему примирить диаметральные, иногда противоположные позиции. Зло остается в человеческом сердце, зло остается на многие поколения вперед. Градус истерики у самых разных людей, он очень высокий, и он не закончится. Вот это, мне кажется, является значительно более сложной проблемой. Смотрите, если не помогать украинской армии защищать свою территорию, то получится, что ее победят. И будут гибнуть люди, и все это может привести к самым фатальным последствиям. Какой же выход тогда вы предлагаете, если вы говорите, что вооружая украинскую армию, которая противостоит российской армии, мы вооружаем зло? Смотрите, вы совершенно замечательно ищите логику там, где ее нет. Вот в той самой книжке, которую мы с вами только что пытались обсуждать, есть объясняющие слова. Христос говорит, царство мое не от мира сего. Что это значит? Это значит, что законы нравственные, они не работают так же, как работают законы общественные. И для общества, для государства логично и правильно себя защищать. Для общества и государства логично и правильно искать союзников, неважно, Северная Корея или Южная Корея. Неважно, Соединенные Штаты или Индия. Главное найти союзника, главное опереться на него, неважно, при голосовании в ООН или при поставке вооружений. Это логика государства. А логика Христа заключается в том, что и там, и там его дети. И нужно сделать все, мыслимое или немыслимое, для того, чтобы дети перестали убивать друг друга. Вот как это сделать? Ну, видимо, нужно задействовать какие-то другие механизмы, которые пока не были задействованы. Потому, что просто примирительные слова, которые сейчас в том числе говорят религиозные лидеры, они явно не доходят. Ну, по крайней мере, есть те слова, которые произносятся в уличном пространстве. Примирение между государствами, это, безусловно, всегда еще торг. Я тут в порядке шутки, но в конце концов, в каждой шутке есть доля шутки. Ну, давайте Украина обратится через Совет Безопасности ООН и призовет мировое сообщество определить суверенитет Российской Федерации, например, над третьим кольцом Сатурна. Ну, оно же больше, чем Донецкая и Запорожская область кольцо. Вот оно будет принадлежать Российской Федерации. Давайте поменяем. Кольца Сатурна на Донецкую область. Я понимаю, это звучит как шутка. Это звучит кощевственно по отношению к людям, которые погибают. Вот об этом и речь. Речь как раз о людях, которые не просто погибают, о котором зло входит в сердце. И входит на многие поколения вперед. Значит, нужно искать способы. Потому что, когда идет речь о защите, например, своих соплеменников, я позволю себе привести пример то, что сейчас происходит в Карабахе. Вот открывается гуманитарный коридор. Чтобы любой житель Карабаха мог приехать в Ереван. И организуются места, где они могут разместиться. И организуются рабочие места, где они смогут работать. Вот это, я понимаю, забота о людях и попытка спасти своих людей. А применительно к ситуации в Донецке и Луганске я такой доброй воли не вижу. И вот это самое ужасное. Потому что используется человеческий ресурс как расходный материал ради доказательства недоказуемой. Я не собираюсь обсуждать, кто виноват. Это настолько очевидно, что говорить об этом бессмысленно. Мы помним 24 февраля. Мы помним человека, который произнес. Я отдал приказ о начале специальной военной операции. Поэтому, что тут говорить. Но дальше, что мы делаем? Как мы выстраиваем линию поведения? Что мы определяем в качестве целей, желаемых, достижимых и так далее? Какие усилия мы для этого прикладываем? Сколько еще должны продлиться боевые действия? Сколько еще людей погибнет? Отец Григорий, а что значит православная апостольская церковь? Священником которой вы являетесь? Строго говоря, конечно, ничего не значит. Это просто набор слов. Это самоназвание религиозной организации, которая зарегистрирована в Министерстве юстиции еще в 2004 году. Это имеет отношение к русской православной церкви? Ну, ровно постольку, поскольку мы живем в России. И поскольку и одна религиозная организация, и другая религиозная организация называют себя христианскими. И считают себя церковью. Хотя юридически это совершенно независимые друг от друга образования. А идеологически? А идеологически, скорее всего, тоже. Потому что, знаете, тут надо начинать не с этого, если строго говорить. Начинать нужно с того, что в православной традиции догмат о церкви вообще очень плохо прописан. Догматы – это конституция. Каноны – это законы. Вот догмат о церкви в православной традиции написан, ну, в общем, скажем так, слишком общо. Если брать историю уже церкви в России православной после 1917 года, то это, конечно, такая очень печальная история. Церковь перестала быть единой. Собственно, может быть, никакой особой трагедии в этом как раз не было. Но трагедии шли параллельно. И потеряв это единство и разбившись сначала на одно количество осколков, потом собирая осколки. Разные люди собирали осколки. В том числе лучший друг физкультурников в 43-м году собрал. Как мог. Часть церкви осталась независимой. Часть церкви внутри России оставалась независимой. Так называемом катакомбном положении. И вот в начале 90-х, когда, в общем, были большие надежды на возрождение, группа священнослужителей, главную роль в этой группе играл, конечно, отец Глеб Яконин. Вот они задались целью как бы воссоздать иерархию, воссоздать именно религиозную организацию. С точки зрения обряда, с точки зрения языка, мы, например, служим на церковном славянском, в общем, можно сказать, ничем не отличаемся. С точки зрения догматов, можно сказать, ничем не отличаемся. С точки зрения канонической практики, ну, понятно, есть, в общем, в любой религиозной организации определенные, скажем так, традиции. Мы отличаемся в большой степени в том, как мы понимаем, что такое церковь. Так называемые церкви мирового православия, на самом деле, вот на наш взгляд, они мало чем отличаются, например, от понимания римокатолического. То есть, есть кто-то главный, это в данном случае патриарх, вот, а все остальные под ним, все строятся, равняются, делают два раза куб. Мы видим, что есть два способа существования религиозных организаций. Это вот либо такая имперская модель, либо модель конфедерации. Нам ближе модель конфедерации, когда, собственно, нет главных, вот, есть ответственная за тот или иной участок работы. Это такой, если хотите, конфедерация муниципальных образований. Каждая община, она независима, она самостоятельна. Каждая община, собираясь в воскресенье, обращаясь к Богу, они же не нуждаются ни в какой иерархии. Вот, они непосредственно с Богом разговаривают. Но понятно, что есть общие вопросы, понятно, что есть общая жизнь, понятно, что есть очень разные ситуации в разных странах. На сегодняшний день мы представлены в 20 странах, причем важнее всего то, что это национальные церкви. Национальная церковь апостольская, православная в Бразилии, в Замбии, в Демократической республике Конго, на Филиппинах. А почему такие экзотические страны? Ну, потому что там есть большое количество людей, которые как раз согласны с такой моделью построения именно религиозной организации, которые когда-то были рождены и крещены в католичестве. Но их как раз не устраивает эта имперская модель. И поэтому в той же самой Латинской Америке очень много таких вот общин, которые в течение времени присоединились именно к нам. Что самое важное в жизни священника? Не сойти с ума. К вам сейчас приходят петербуржцы, россияне на исповедь? Да, конечно. Какой основной запрос? Счастье. Человек хочет счастья. Конечно, формулируется это, батюшка, как быть? Как быть? Вот сосед там, не знаю, чего-нибудь на войну хочет. Но это же вопрос все равно про счастье. Человек хочет быть счастливым. Собственно, к Богу человек идет только зачем? Потому что счастливым хочет быть. Все остальное, это вот просто конкретные сегодня просьбочки. Но высшая эта цель. Да, счастье для всех даром. И пусть никто не уйдет обиженным. А где сейчас Бог? Там, где хуже всего. В бомбоубежищах, в окопах, в госпиталях. Вот он там. А как же он это допустил все? Он допустил? Или люди сделали? Ну, где он был, когда люди сделали? Он был все там же. Там же, где он всегда. Помните, когда я буду нужен, я буду там же, где я был, когда я был не нужен. Он там же, где нужна помощь. Потому что чьими руками действует Бог в госпитале? Руками врачей. Чьими руками Бог действует под бомбежкой, действовал все эти месяцы в том же самом Бахмуте. Руками волонтеров, которые вытаскивали оттуда стариков, которые цеплялись, в том числе, за свои хатынки и говорили, что они никуда не поедут. Их, тем не менее, вывозили, спасали, снабжали лекарствами и так далее. Вот Бог. Понимаете? Это делает Бог. Понимаете? А злая сила, она нажимает на кнопки от ракетных установок. Но не пошатнулась ли ваша вера за вот эти 9 лет почти? Нет. А я не помню, честно говоря, с момента, ну, скажем так, обретения веры, чтобы был хоть один год, когда бы людей не убивали. Мне, к сожалению, так как-то получилось в жизни, что все время это было где-то достаточно близко. Когда это был Грозный, когда это был Карабаха, когда это было Сухуми, все время это было где-то близко. А может быть, потому что вы священник? Может быть, потому что и поэтому я в результате стал священником. А как вам пришло это решение? Стать священником? Долго приходил. Вы во ВГИКе учились, да? Да. Ну, потом прошло довольно много времени, пошли в ГИК. С 89 по 2007 довольно много времени прошло, прежде чем стало понятно, что все-таки я вот этим должен заниматься. А что там такого было у вас во ВГИКе, что оттуда вышло такое невероятное количество священников? Ну, как вообще невероятное? Трое. Вы? Тихон Шевкунов? Ну, Ваня Охлобыстин, конечно, да. Звезда, в общем. Там и несколько актеров тоже получились с режиссерами во ВГИКе, так что нормально. Рома Качанов, Аркаша Высоцкий, Федя Бондарчук, Рената Литвиновна. Это все наш курс. Так что там случилось? Ничего не случилось. Там было нормально. Понимаете, там никому не мешали делать то, что мы хотели. Там была еще, конечно, гигантская, потрясающая возможность, которой тогда в Советском Союзе больше ни у кого не было, каждый день в больших количествах смотреть кино зарубежное. Потому что у нас было современное кино, это просмотры, зарубежное кино, это просмотры, там, история кино, это просмотры. Вот, а это, конечно, очень много дало. Так а что в итоге стало той вот точкой, от которой вы стали двигаться в сторону церкви? В сторону церкви я начал двигаться как раз параллельно, да, потому что я тогда же, в 1984 году, понял, что я религиозный человек, и поехал знакомиться и познакомился с отцом Александром Менем, и начал туда ездить, к нему в общину, в приход. Так что это были какие-то две параллельные, видимо, истории. Но мы не пересеклись. Вот, для начала они пересеклись, видимо, тогда, когда мы сделали православный телеканал «Благовест», дальше уже пошла одна линия. Но через какое-то время я понял, что нет, все, я больше не хочу, не могу, я устал заниматься телевидением. Вы же сами служили в армии? Служил. Вы сознательно туда пошли? Нет. Вас заставили? Мне предложили тогда выбор очень простой. Меня позвали в первый отдел. Вы человек молодой, вы, наверное, не знаете, что такое первый отдел. Первый отдел существовал практически во всех, и учебных заведениях, и крупных предприятиях. Это, собственно говоря, был как бы над отделом кадров. Структура, которая связана была, естественно, с КГБ, и проверяла лояльность, и все остальное, что касалось учащихся, сотрудников, работников и так далее. Это секретность, она определялась первым отделом. Но это был уже какой-то относительно, все-таки, 86-й год. И у нас была совершенно замечательная девушка, начальница этого первого отдела, которая, по-моему, абсолютно всем сочувствовала, нам, дуракам. Она меня позвала, говорит, почитай, что про тебя пишут. Ну, потому что, как в советской системе работало так же. Ты пишешь куда-нибудь в политбюро ЦК КПСС, потом по цепочке спускается, в общем, практически тем же, на кого ты жаловался. Она мне показала, значит, бумага. Было написано про всю нашу группу, что, значит, мы все такие вот нехорошие. Но про меня, в частности, было, что я злобствующий религиозный экстремист. И она мне, честно, сказала, что, говорит, у тебя, в общем, выбор сейчас небогатый. Потому что мы сейчас должны будем что-то с этой бумагой в том числе делать. И, говорит, либо ты прекращаешь разговаривать. Чего не произойдет, мы это понимаем. Значит, либо у тебя все шансы загреметь по 190 прим. Это распространение заведомо ложных измышлений, порой, еще советский общественный, государственный строй, устный, письменный, а также иной форме, кажется, до трех лет. А они мне говорят, слушай, может, ты в армию сходишь? И, в общем, я пошел в армию. Струсил, конечно. Потому что, если бы я понимал в 86-м году, что, в общем, советской власти осталось, ну, фактически полтора года. Но тогда тоже было ощущение, как и сейчас, что советский строй нерушимый. И это не кончится никогда. Вот. Я для себя подумал, что нет, все-таки в тюрьме я не готов. А, ну, в армию, пожалуй, можно сходить. В каких войсках вы служили? В театральных. Нет, вообще это, конечно, называлось все полк связи. Но при гарнизонном доме офицеров в городе Ивано-Франковске существовал театр солдатских миниатюр при Карпатской военной округе. И им как раз был нужен кто-нибудь, кто там будет, в том числе, что-нибудь писать и так далее. Они, можно сказать, по спецзаказу меня вычислили, выцепили. Вот. И я там два года служил. А вы же в Москве родились. Да. Почему уехали? Ну, потому что стало невыносимо жить в центре столицы Мордора. Вот. Это уже очень тогда ощущалось на каком-то таком биохимическом уровне. Поэтому сначала я уехал из центра Москвы в Пушкино. Но потом уже стало понятно, что и в Пушкино. Поэтому с удовольствием уехали в Старую Русу, Новгородскую область. Вот. Там было намного лучше. Ну, а когда, в общем, тот этап закончился, и надо было выбирать, ну, как-то я вот предпочел Петербург. И как-то вот с тех пор шесть лет здесь. Чем хорош Петербург? Всем. Петербург, в отличие от Москвы, это все-таки не место обитания, это город. У него есть именно свои городские особенности. У него есть разница между Купчино и Коломягами. Даже между новыми районами. Я уж не говорю про разницу между Васильевским островом, Петроградской стороной. Все свое. Везде какой-то свой микроклимат. Такой, в том числе, и общественный. Вот в Питере я абсолютно все люблю. Абсолютно мой город. Когда я еще как раз жил в Москве, у меня была такая форма существования белковых тел. Когда я уж совсем уставал, я брал билет, ехал в Питер, день гулял, вечером садился назад. Ничего, ни с кем не встречаясь, не разговаривая, не выпить, закусить с друзьями. Нет. Вот именно просто пройтись, погулять от обводного, мойки с фонтанкой. И ехал назад. Все. Для меня это, если хотите, место силы. А сейчас это как-то помогает вам не сойти с ума? Да, конечно. 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 Потому что, ну, все-таки, когда живешь в городе, где, на мой взгляд, значительно более, ну, что ли, вот, адекватные общественные связи. Да, потому что все равно здесь остаются какие-то вот такие, там, сообщества соседей, и остаются какие-то все равно волонтерские движения, да, которые вот именно по биохимии, да, люди соединяются именно в силу биохимии, а не в силу, там, убежденности, партийной принадлежности церковного, значит, там, чего-то. Такого нет. У нас биохимия одинаковая, поэтому мы действуем. Ну, это важно. В Москве с этим сильно как-то так получилось. Я не знаю, почему. Вот. Но Москва как раз, в общем, в самом начале 90-х стала заканчиваться стремительно. Вот та Москва, которую, опять же, я безумно любил. И центр, и Гогуревский бульвар, где, фактически, что называется, первые все годы прожил, когда бабушка там жила, и Бронна, и Старая Басманна, где мы жили. Поэтому, ну, что делать? Осталось такое вот воспоминание. Сейчас характер тех людей, которые выезжают из Украины, изменился? Изменились ли эти вывозы? Это вывозы, да, вы называете на своем языке? Характер вывозов очень сильно изменился уже год назад. Потому что в первые месяцы ехали активные, молодые, хорошо адаптирующиеся. И я так понимаю, что довольно многие из них, ну, скажем так, да, конечно, наверное, они бы никуда бы не поехали, если бы не боевые действия. Но, тем не менее, когда встал вопрос, куда ехать, они уже четко знали, мы едем в Ирландию, мы едем в Канаду, мы едем туда, мы едем сюда. И с прошлой осени едут в основном те, у кого условия существования стали немыслимыми. Старики, инвалиды, многодетные семьи, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Медицинская помощь кончилась, социальная помощь кончилась, условия для жизни кончились. А это вопрос жизни и смерти. Эти люди едут с оккупированных территорий? В основном едут, конечно, там, где сейчас стоят российские войска. Хотя регулярно мы получаем запросы. У нас есть некоторое количество подопечных, людей, которые приехали из территории, которые контролируют Украину. Но вот они в силу обстоятельств, в силу пропаганды, в силу самых разных вещей, для них стала невыносима жизнь в Украине. Как они на вас находят? В основном сарафанная радио. Вы можете довезти до России. А кто занимается вывозом дальше в Европу? Там кто им занимается? Ну, есть несколько волонтерских организаций европейских, да, потому что тоже это, кстати говоря, все волонтеры государства помогают только уже тем, кто получает некий статус беженцами. А доехать, а это очень серьезная проблема. Более того, каждый день что-то новое. Мы узнаем, что закрывается какое-то еще КПП, закрывается еще какая-то программа помощи. Есть несколько волонтерских организаций, с которыми мы, как бы, ну, сотрудничаем, наверное, так это правильнее сказать. Иногда к ним обращаются сначала, а потом они уже советуют нас для того, чтобы организовать вывоз. Я правильно понимаю, что европейские волонтерские организации не могут ничем помочь ни на оккупированных территориях, ни на территории России? А вы ничем не можете помочь там? Конечно. И получается, что, может быть, вы последняя организация между Россией и Европой, которая сотрудничает? Понимаете, в чем все? У нас есть и двусторонняя контактная группа по гуманитарным вопросам Украина-Россия. У нас много чего есть, потому что совсем не все люди сошли с ума. И очень многие понимают, что, во-первых, все-таки закончится однажды, надо будет жить дальше. И вопросы есть, которые нужно решать сегодня, потому что они не терпят отлагаться, они требуют вмешательства сегодня. Поэтому продолжаем работать регулярно, ругаем в том числе европейские власти, например, когда они вводят какие-то совершенно драконовские изменения. Вот у нас сейчас ситуация. Люди едут не просто с территории, где сейчас стоят российские войска, люди едут с территории, которая подверглась затоплению. Люди не смогли бросить своего кота. Ну, так бывает, что кот, он друг. Я понимаю. И кота бросить невозможно. А они едут с этим котом. А Эстония его не пускает. Потому что у Европейского Союза новые правила. И кота ввести невозможно. Им сейчас придется с определенным риском выбираться через Колотиловку, так называемую. То есть прямой погранпереход в Украину. Он значительно более сложный и так далее. Почему? Ну, зачем вот это было сделано? Ну, кот же не едет в Евросоюз. Кот транзитом. Проедет и все. Нет. Новые правила. Понимаете? Так что, когда оказываются такие вещи, мы начинаем совместно ругать, в том числе, европейские власти. Большой был скандал, связанный с машинами на российских номерах. Но здорово, если это туристическая поездка. А если это скорая помощь? Ну, что делать? Российская скорая помощь, которую вывозят гражданина Украины. Как-то же это нужно организовать. Потому что понятно, что государственные власти, они, в общем, себя не утруждают. Были истории, когда вы терпели фиаско и не могли вывести, не успевали? Кажется, люди умирали. В таких случаях тоже, в общем, сильно больше, чем один. Потому что медицина регулярно оказывается бессильна. Сроки оказания помощи запаздывают. И человек просто не выдерживает дороги. К сожалению, таких случаев было достаточно много. Смотрите, вы получаетесь все время как будто свой среди чужих, чужой среди своих. То есть вы и не в Русской Православной Церкви, Московской Патриархии. Для них вы чужой. Вы чужой для Украины, потому что вы священник из России. Вы чужой в России, потому что вы против войны и не поддерживаете официальную государственную точку зрения. Вы волонтерите здесь, но в том числе помогаете людям остаться в России. Или, например, уехать на оккупированные территории и получаетесь чужим для людей, которые волонтерят в Европе. Как вы вообще с этим справляетесь? Это довольно тяжелое одиночество. Ну, вы понимаете, естественно, я не одинокий. Вот, опять же, в силу возможности поговорить со старшими товарищами. Это, во-первых. А, во-вторых, вы знаете, ведь оказывается, что достаточно большое количество людей по разные стороны границы. Они, в общем, вполне разделяют. Что вот та самая ценность под названием человек. Ну, вот так это и происходит. Мы можем сколько угодно говорить, что, Вася, ты не прав. Не надо ехать там сейчас в зиму в Мариуполь. Не надо возвращаться. Но, вилки-палки, человек имеет право выбирать, где ему находиться. И что ему делать. Вот. Не понимать этого. Заставлять всех постоянно строиться, так сказать, по росту. Да, и все должны осудить. Или все должны поддержать. Или если ты там не тот, то ты не патриот. Много вы поняли за это время работы с беженцами значение слова Родина? Нет. Ничего нового я не увидел. А почему они возвращаются на вот эти места? Ну, потому что им кажется, что, конечно, в какой-то для них более привычной обстановке, более привычной местности ощущение того, что вот эта труба, она моя труба. Чувство Родины зависит от той власти, которая захватила эти территории? Сколько раз, в том числе на нашей памяти, да, менялось государственное устройство. В частности, здесь, где мы живем, Советский Союз был, Российская Федерация есть. Пока, во всяком случае. Посмотрим, что еще дальше будет. Судя по тому, как это все у нас происходит, не исключено, что будут еще какие-нибудь изменения. Все в течение жизни одного человека. Никуда не уезжал из города, да. У города менялись названия, правление, форма и так далее. Ну, так получилось. Родина – это... Конечно, чаще всего Родина – это просто-напросто привычка. Это привычка, вот насиженное место, все знакомо. Страх, определенный страх новизны. Да, почему, так сказать, столь динамичная страна Соединенные Штаты Америки? Ну, потому что страна иммигрантов, людей, которые не испугались бросить все и уехать в поиски чего-то нового. Там постепенно тоже происходит разделение на тех, кто уже теперь боится в новых условиях. Вы изначально были православным человеком. А я и сейчас православный человек. Но вы были крещены в каноне Русской Православной Церкви, нет? Я был крещен в общине Русской Православной Церкви. И рукоположен священнике в епархии Русской Православной Церкви. Но в 2014 году я из Русской Православной Церкви ушел. А что произошло? В 2014 году. В вашей жизни? В моей жизни произошло то, что произошло вообще в жизни всех. Сначала Крым, потом Восток Украины. Для меня это было связано непосредственно, потому что действительно бессмысленно обсуждать то, что православная церковь, находящаяся в общении, была по обе стороны фронта. И когда вместо того, чтобы работать на примирение сторон в политической среде, чтобы искать компромиссы, чтобы не допускать, собственно говоря, вооруженные столкновения, вместо этого церковь очень активно, точнее не церковь, простите, религиозная организация, стала подливать масло в огонь, Я попытался, но насколько мог, высказать не публично, в том числе обращаясь к священноначалью, что, ребята, мы неправильно делаем. А можете тогда пояснить, что значит подливать масло в огонь? Могу, потому что, понимаете, многочисленные высказывания, которые уже тогда допускались о том, что Украина – это не государство, что украинской нации как народа не существует, что украинский язык – это исковерканный русский язык. Но неужели это все работает на примирение? Нет, это работает исключительно на то, чтобы вызывать раздражение в определенной среде. Для кого-то это становится оправданием своих действий. Реальность уже к 2014 году была другая. Понимаете, если бы этот разговор шел, я не знаю, в 1972 году, хотя тогда, кстати, такого не допускали, и в Киеве совершенно спокойно. Государственные чиновники хотели писать по-украински, хотели писать по-русски. Баланс каким-то образом находили. В 2014 году вдруг все стало поворачиваться в эту сторону. И самое главное, понимаете, церковь, которая на тот момент все-таки достаточно публично была единой, УПЦМП, она, собственно, так и называлась, Украинская Православная Церковь, Московский Патриархат. Вместо этого стали работать на разделение, на противопоставление. Вы приезжаете в 2014 году в Краматорск. Это ваша инициатива? Да, это была моя инициатива, но, собственно говоря, это было, скажем так, действительно личное впечатление, которое помогло сделать картину, что ли, более объемной, но не повлияло на мои убеждения. Потому что еще с ноября 2013 года, когда начались столкновения на Майдане, я писал внутрицерковные воззвания к священноначалью о том, что ваше место сейчас в Киеве, ваше святейчество, вы должны поехать в Киев. Это вы обращались к Патриарху Сеяруси? Да. Потому что я считал, что там была возможность найти точки примирения, не допустить кровопролития, не допустить того, чтобы вся эта ситуация развивалась так, как развивалась. Естественно, никакого ответа я не получил. А в августе 2014-го, как раз когда я съездил, многое стало понятнее. Самое главное, что это действительно было братоубийством. Сегодня, в 1923 году, это уже, в общем, конечно, немножко по-другому называется. Но тогда это было абсолютное братоубийство, потому что по обе стороны были молодые люди, которые совершенно не понимали, зачем они все это делают, но которых одели в военную форму и заставили друг в друга стрелять. В 2014 году при большом желании можно было это остановить? Я думаю, что в 2013 году это можно было не допустить. Потому что тот же самый президент господин Янукович, который всегда позиционировал себя как человека глубоко православного и верующего как раз УПЦ МП, Московского Патриархата, наверняка ему можно было подсказать какие-то действия, которые бы способствовали примирению, а не те резкие высказывания, которые провоцировали в том числе толпу на Майдане. Я не считаю, что противоречий не было. Я не считаю, что, в общем, то, что в конечном итоге привело к этому конфликту, оно родилось на пустом месте. Противоречия были. И проблемы были. И языковые, и культурные, и какие угодно. Но вопрос же самый главный, как их стали решать. Их стали решать с помощью оружия. То же самое. Примерно, как тушить пожар бензином. Понимаете, когда в 2014 году новая газета опубликовала, мне несколько сот человек написали. В директ. Молодец, давай. Я имею в виду, и священник. Ребята, ну так это, давайте как-то вот, не надо вот так же, да, ну просто где-нибудь скажите об этом. И так далее. Ну ты что, не... Просто да, ты выразил мнение церкви, ты молодец. Почему священнослужители боятся? Не знаю. Не знаю. Это мне кажется немножко стыдным. А вас легко отпустили из православной церкви? Из РПЦ? Централизованная. Из централизованной, да. Религиозная организация, русская православная церковь, московская патриархата, меня отпустили легко. И с благодарностью. Неуговариваю. Что я не выпендривался, и быстренько собрал свои манатки. А если бы вы не ушли, они бы вас лишили сада? Понимаете, тогда все-таки еще было чуть более вегетарианское время. Поэтому как-то они не очень понимали, что лучше. И как-то мы так полюбовно разошлись. Вы действительно считаете, что церковь на сегодняшний день, в 23-м году, 21-го века, достаточно сильный институт, чтобы противостоять политике? Уже нет. Уже нет. Никакая? Никакая. Никакая. Но в 14-м году, и особенно в Украине, церковь таковой была. Просто потому, что Украина значительно более религиозная страна. Я бы сказал, на порядок. Но она все-таки не монорелигиозная. Там сильное католичество в том числе. И тем не менее. Мне рассказывали историю, если хотите, это байка, но я считаю, очень такая показательная. когда где-то там в Закарпатье едет автобус, стоит православная церковь. И дедушка сидит. Дедушка встает, крестится, кланяется, садится на свое место. Кто-то, хороший дедушка, верующий. Автобус едет дальше. Стоит костел католический. Дедушка встает, крестится, кланяется. Наверное, дедушка не очень прав. Проезжает в синагогу. Дедушка встает, крестится, кланяется. Держится, спрашивает, зачем вы это делаете? Слушай, сынок, я не знаю, где тут Бог, но где-то же он есть, наверняка. Понимаете? Независимо от того, что в Украине такой, в общем, пестрый действительно набор религиозных предпочтений в разных областях разный, но есть общее понимание граждан Украины, что Бог есть. И что вот такая религиозная церковность, она необходима. И, соответственно, как-то находит, мы видели много раз еще, конечно, в первую очередь в довоенные времена, когда митрополит, патриарх Филарет Киевской православной церкви встречался с митрополитом Владимиром Сабаданом. Вроде бы совершенно неприменимые, скажем так, противники. Но, тем не менее, проходили какие-то общие встречи, какие-то государственные мероприятия, где присутствовали и те, и другие, и как-то находили возможность, извините, не вцепляться друг другу в бороды. Поэтому слово любого религиозного деятеля, если бы оно было обращено ко всем гражданам Украины со мудростью, со словами примирения, со словами какого-то поиска компромисса, оно бы, безусловно, было услышано. Но оно не прозвучало. А вы прям поехали за свой счет в Краматорск. Нет, ну, слушайте, это была абсолютно семейная поездка. Цели у меня никакой там донести правду человечеству не было. Или узнать правду. Или узнать правду не было. А в этот момент там было некоторое затишье. Там уже все понапроисходило до того, потому что там, собственно говоря, какие-то ходили тоже местные бабаи, которые брали власть, потом они оттуда уезжали. Это уже было после. Но еще до обострения. Осеннего. Осеннего на фронте. Это был как раз момент паузы. Абсолютно характерная деталь. Когда здесь с утра до ночи уже тогда рассказывали про страшных нацистов в Киеве. Я туда прилетел. Собственно, тогда еще можно было вылететь из Петербурга в Киев самолетом. вышел, сел в такси. Первое, что я услышал, джингл, музыкальная отбивка в эфире ради Рабиновича. Ну, конечно, явно фашизм. Это очень странное впечатление, которое, конечно, нельзя было себе представить, потому что, естественно, я в Краматорске бывал неоднократно, и там военный аэродром недалеко от города, что собственникой военной тайны не является. Но каким-то странным образом, когда вот звук меняется. Одно дело самолеты, которые летали там, потому что учения и что-то такое, а другое дело, когда взлетают самолеты, которые летят на боевой вылет. Как совершенно другое ощущение. вот она, война, вот она тут рядом. И мне тогда казалось очень важным попытаться докричаться, что нельзя допустить масштабные войны. То есть она уже шла, да, все, правильный разговор, где вы были восемь лет, но все-таки еще не было каких-то самых страшных, может быть, событий. Мы не знаем, что впереди, может, еще самые страшные впереди, может, мы еще даже до середины не добрались. Но тогда еще было неплохо. Кому угодно, в том числе, людям в Кремле, сказать, что вот нас ввели в заблуждение, нас вводят за нос, не западные партнеры только, а некие, значит, бандиты с большой дороги, которые захотели под шумок, воспользовавшись нашей добротой российской, значит, свои какие-то вопросы порешать. Выкрутиться для политики это вообще не проблема. Никто не услышал. Всем хотелось продолжать решать какие-то свои задачи. Люди вообще в целом черствеют вокруг? Что вы замечаете? Устают. Идет, конечно, как бы уже замыкание, ну, то есть, вы видите, как известный пример, то, что называется, врачебный цинизм. Ну, потому что, ну, до какого-то момента все ничего, да, а потом уже в прозекторский начинают водку разливать эти бутерброды есть. А вы сами про себя это видите? Боюсь, что да. Да, потому что уже, конечно, восприятие не такое острое, как было в самом начале. И уже смотришь просто конкретно, что я могу сделать. на вот такое полноценное включение на сопереживание чаще всего уже просто не остается ни сил, ни времени. Это очень страшно и это очень плохо. Как священник, вы знаете хотя бы какое-нибудь одно средство, чтобы сохранить свое сердце? Да, молитвой и постом. Ничего нового не скажешь. Молитвой, конечно, молитвой. Все-таки обращение к абсолюту, ну, очень, очень помогает. Но только нужно понимать разницу между механическим исполнением обряда и духовной практикой, духовным деланием. От того, что, конечно, бить поклоны, просто вот все сказали, что надо сто поклонов и все случится. Можно делать и сто десять, и сто двадцать, я ничего не помогаю. Вот. Между формой и содержанием все-таки должно что-то еще тоже происходить. Мне кажется, что вот сейчас страх в России вообще очень важная эмоция, одна из самых важных. Люди боятся говорить, люди боятся молчать, люди боятся потерять работу, как ни странно, это самое важное. Нет, бояться ничего не надо, понимаете, просто нужно соизмерять силы, соизмерять, ну, определенный ресурс, верить Богу. Если Бог тебя допустил до тюрьмы, значит, там что-то надо сделать, может, кран где-нибудь исправить в СИЗО. Бог его знает, зачем, но зачем-то это нужно. Почему Женя Беркович просила, чтобы вы к ней пришли в СИЗО? Давно не виделись. Вы знакомы. Это не секрет или не секрет, что... Нет, в общем, особо не секрет, но мы как бы больше знакомы заочно больше дружим с бабушкой, с мамой. Но и Женя, я собирался, честно говоря, ее сборник поэзии выпускать. В общем, мы долго обсуждали, буквально за пару-тройку месяцев до. Вот она мне обещала, что вот я сейчас какую-то пьесу выпущу и я сяду, так сказать, приводить в порядок. Все, договорились, договорились. Что в таких случаях, если священник говорит человек, который сидит по несправедливому обвинению? Слушайте, это сильно зависит действительно от обстоятельств. Люди разные, да. Кто-то, в том числе, свое нахождение там рассматривает, в том числе, как некую миссию. Кто-то борется с несправедливостью. Нет, опять же, человек хочет счастья, человек хочет утешения. Человек, который особенно уже находится в условиях не СИЗО, собственно, исправительного учреждения, когда приезжают родственники, ну, понятно, что чаще всего разговоры все-таки о каких-то близкосемейных переживаниях, отношениях и так далее. Даже когда адвокат становится другом, среди правозащитных адвокатов такое бывает запросто, но все равно. Вот есть это время, там, четыре часа, все-таки мы будем говорить по делу, а вот еще тут мы напишем такую жалобу, а тут мы еще, значит, вот подадим, ну, а о вечном поговорить, да и не с кем. С сокамерником уже наговорились, да, уже надоело. А тут все-таки поп. Поп? Да. Это не оскорбительно вообще? Да ну, перестань, чего оскорбить. Вот. А тут поп. А с попом можно тряпаться до упора обо всем на свете, как тот же самый Сережа Мохнептин, покойный, когда к нему первый раз приехал, он все равно говорит, только имею в виду, в Бога вашего я не верю. Я говорю, хорошо. Я говорю, что за явление тогда писал? Хотел сказать лично. А закончилось уже вот буквально за несколько дней, он уже был в больнице, из которой не вышел, но уже слабенький голос был, слабенький, он говорит, слушай, я вот сейчас, надеюсь, я поправлюсь, я приеду, говорит, мы с тобой все-таки поговорим, все-таки дьякон меня у тебя встану. Расскажите про Александра Меня, он вас крестил, и вы, в общем, были вхожи в дом, насколько я понимаю. Как вы познакомились? Ну, мы познакомились очень просто. Я к нему приехал на службу, простоял службу, пришел, сказал, батюшка, я такой-то, такой-то хочу креститься. Все, так мы познакомились. А дальше был довольно долгий, я бы сказал, подготовительный период, потому что отец придерживался, в общем, довольно четкого концепта, что взрослого человека нельзя крестить вот сходу. Сначала все-таки человек должен немножко узнать о том, в какую авантюру он втягивается. Что это такое, для чего это вообще нужно. Потому что, ну, вот такое благостное чувство, вот так хорошо, здорово, вот так свечечки мерцают, лепота и благодать, а чего бы нам не покреститься. Нет, это не про это. И, наверное, где-то год с чем-то мы встречались, занимались, были тогда, он тогда уже занимался организацией, в том числе так называемых малых евангельских групп. я к нему ездил, мы сначала что-то такое прочитали, там, Новый Завет прочитали, немножко Ветхий Завет, в общем, что-то такое я действительно узнал, ничего не понял, но узнал. Только где-то потом, через год, с небольшим, по-моему, он меня крестил. Он сам предложил уже, что уже можно? Ну да, он как-то что-то в результате какого-то разговора, ну, он так наблюдал, естественно, вообще что-то происходит, потому что, конечно, часть людей, я так понимаю, на вот такого рода предложение, потому что я же прихожу, я же с открытым сердцем, я же такой подарок Богу принес, да, я креститься хочу. Вот это был 1984 год, то есть еще никого, тысячелетия крещения Руси не было, еще никакой моды это тогда не стало. Поэтому я чувствовал себя, ну, как минимум, не знаю кто, Данко, да, совершающий подвиг. Ну, те, кто, в общем, не менял своего решения, да, тех потом он крестил. А это же Мень? Да, это Мень. А его канонизировали? Апостольская православная церковь его в 2004 году канонизировала. А в московской патриархии церковь нет? Насколько я знаю, нет. А это можно? Ну, конечно, конечно. Вообще, если так, то это во все века существовавшая практика. Да, с чего начинается? Прославление святого начинается обычно в какой-то конкретной общине. И потом постепенно приобретает уже общецерковное значение. Кроме мученической смерти должны быть еще и чудеса. Да. А какие чудеса вы видели? Ну, слушайте, чудо – это было то, какую жизнь он проживал. Понимаете, он сам был чудом. Вот. Потому что редко удается увидеть человека, который, ну, вот, знаете, огонь, который горит и не опаляет. Вот это был такой человек. Его способность проходить, особенно в советские времена, это было важно. Сейчас-то как-то с этим попроще. А тогда это было принципиально важно. Казаться в реанимации. Ну, кто мог в советскую реанимацию пустить попар? Отец Александр проходил. Ну, абсолютное чудо. Да, оно было вполне рукотворное. Это было чудо коммуникации. Это чудо умения как бы говорить с человеком в общем-то, конечно, с позиции пожалуй силы, но без давления. Потому, что у нас позиция силы обычно как бы, ну, ты дурак, а я начальник. Евангелие про это хорошо написано, да, как власть имеющий. Христос разговаривает с учениками, ученики оценивают, что он говорит как власть имеющий, очень удивляются. Вот, отец Александр говорил как власть имеющий. Вот, это тоже было чудо. Чудо, это же не не работа факиром. Да, оп, и что-то такое достал из воздуха. Чудо, оно, конечно, всегда рукотворно. Но, это были гигантские усилия. Потому, что он, конечно, был человеком, который работал, служил, 24 часа в сутки. Без отдыха. И, конечно, предположить, что бы он еще успел. Я в этом году с диким удивлением обнаружил, что я уже стал его старше. Это оказалось каким-то таким для меня прям вот поводом для размышления. Сколько успел он, как малым успеваем мы. Вот. Ну, что делать? Будем догонять. Было ли в вашей жизни какое-то событие, которое заставило вас по-настоящему понять, что Бог есть? Да, сплошь такие события. Приведите пример. Вся моя жизнь пример. Потому, что вся моя жизнь, она идет не благодаря вопреки, понимаете, против здравого смысла. Почему я жив? Потому, что Бог есть. Потому, что он меня выдергивает. Самое главное, чего человек чаще всего лишен, и сейчас будут примеры, я не ухожу от ответа. Но есть ключевой такой момент в книге Бытия, когда Авраам слышит голос, потому, что встань, иди из Ура Халдейского, значит, в землю обетованную. Где Ур Халдейский? Полторы тысячи километров, неизвестно, куда идти. И потом потрясающие слова. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Это вообще ключевые слова во всей Библии. Именно поэтому Авраам отец всех верующих. Потому, что в Бога не надо верить. Ну, чего в него верить? Он есть. Ему надо поверить. Вот, когда мы этот тонкий голос слышим, остановись, не беги, не беги, или наоборот, поторопись. Понимаете, конечно, это может быть голос и не Бога. Такое тоже было. Но вот научиться отделять одно от другого и верить Богу, чтобы когда Он тебе говорит, ну, встань, ну, иди. Ну, вот туда тебе надо. Все происходит. И в этом смысле по вере ваше да будет вам. Потому, что если вы каждый раз, проверяя сомнения, говорит, нет, это ты брешешь. Вот, не будет мне хорошо, если я сейчас там, не знаю, что, пить перестал. Мне хорошо, когда я пью. Говорит себя алкоголик. Я был алкоголиком довольно длительный период времени, поэтому я понимаю, с чем это связано. Вот, я пью, мне хорошо. Перестань, тебе хорошо станет. Поверен, встал. Чудо, чудо. Без всякой кодировки, без всякой... Прямо в один день? Практически. Практически. Ну, конечно, при этом пришлось еще определенным образом поменять порядок своего жизнеустройства, но достаточно серьезно. Понимаете, вот чудеса. В том числе, когда человек преодолевает какие-то свои собственные зависимости, которые, кажется, мы знаем, и не только из литературы, а из окружающей жизни, какие усилия прилагают люди, какие деньги вообще на это тратятся, какие годы поверь, все будет. Ну, это же болезнь, алкоголизм. Конечно. Конечно. Она же не может вот так быть вылечена. значит, она может, потому что это все-таки результат налицо. Потому что, конечно, это же естественно, особенно потом, потому что приходилось сталкиваться с зависимости, которые бывали у прихожан, наркотические, алкоголь, и, в общем, все, что угодно, игромания. Ты, в общем, начинаешь узнавать, потому что уже потом читаешь всякую литературу активно, понимаешь, где тут вообще биохимия, организмы, и сколько вообще тут всего разного намешано. Но силу воли человека никто не... отменял, проявил, проявил, значит, вот тебе помощь. Откуда такая помощь может быть? Только вот оттуда. Вы в пять лет стали сиротой. Умерла ваша мама, отца своего вы не знали. Ну, я... Да, в общем, мы до тот момент не могли полноценно общаться. Силу ряда причин, да. Я, конечно, не был один. Рядом было довольно большое количество и помимо бабушки, хотя в первую очередь, конечно, бабушка. Это мамина мама была соответствующая. Это мамина мама, но была и папина мама, вот, и был дядя, брат отца Валерий Аркевич Гинсбург, вот, и его семья, и другие братья, вот, и сестры. Так же, конечно, я не был... Один я не был, да, плюс, конечно, я как-то очень рано начал читать. Уже сильно потом я для себя, конечно, сформулировал одну важную вещь, то, что вообще ребенок, конечно, в отношениях с родителями, он очень многое может простить, кроме одного, вот, по-настоящему. Он может простить, там, пьяного папу, он может простить вечно замотанную маму, он может простить, даже, предательство какое-то, потому что ему объяснят, что, вот, там, не знаю, папа или мама были вынуждены уйти. А на самом деле ребенок очень хочет простить. А ребенок практически всегда не прощает умерших родителей. Потому что, ну, вот, все, ты меня бросил совсем. Мне пришлось довольно много поработать, в том числе, над собой, чтобы сообразить, что у Бога все живы. И убедиться в этом. Каким образом? Ну, хорошо, я могу привести один эпизод, но, мне кажется, более чем такой характеризующий. Ну, как известно, Александр Аркадьевич Галич, он же Гинсбург, все-таки человек был крещеный. Более того, крестил... Он ваш отец? Да. Более того, крестил его тот же самый отец Александр Эмень. Поэтому, перед тем, как стать уже священником, ну, как-то я, в общем, понимал, что, как бы, его отношение к моему, тогда еще потенциальному священцу, ну, в целом, должно быть такое вполне благожелательное. Могут быть сомнения, естественно, а выдержишь ли, а справишься ли, а надо ли тебе это? Ну, в целом, наверное, все-таки. Это нормально. Вот как бы отреагировала мама, которая, насколько я знал и помнил, в общем, человек не церковный, не крещеный, вот что бы она сказала? И нельзя сказать, что это был как бы такой вот вопрос, что называется, вот без ответа, на который жить не могу. Да, но все-таки вот он так вот довольно активно крутился, вот все-таки я думал все время, ну, вот что бы она сказала? В какой-то момент уже была договоренность с новгородской епархией, что я уже написал туда прошение о рукоположении. Я ездил в Великий Новгород, встречался с митрополитом Львом, у меня было время как раз между поездами, я что-то такое погулял, значит, один храм просто привлек меня, ну, вот прям вот я его увидел, там музей, он не действующий до сих пор храм, вот комплекс музея просто вот поразит на меня, как бы архитектурно, как он вписан, все, я даже пошел специально купил открытку, потому что у меня не было, телефонов тогда вот этих наших не было, да, фотоаппарат я не взял, значит, я пошел купил открытку, приехал домой и как-то перебирал какие-то документы, и в том числе, ну, мама была художником, сохранилось довольно большое количество рисунков и так далее. И вдруг открываю какую-то папку, такой блокнотный листок падает, летит, переворачивается как бы лицом вниз, но видно, что там что-то нарисовано. Я поднимаю, там написано, храм Рождества Богородицы в Великий Новгород. Я достаю открытку, это абсолютно один и тот же ракурс. Я получил ответ, я получил ответ. Причем, я даже не мог потом найти, я не знал, что нам бывало, ну, это было бы легко предположить, да, так сказать, будучи жительницей Ленинграда, в общем, в Ленинградцы в Великий Новгород ездят достаточно часто. Но все равно это никогда не упоминалось, это никогда об этом не говорилось. 60-м, какой-то год надписан. А, Галич, мог как-то с вами связаться, что-то вам написать, письмо, позвонить по телефону? А вы знаете, Галич вообще собирался, у них была договоренность с бабушкой уже, маминой мамой, с Павлиной Марковной, что, и у него была договоренность, собственно говоря, с Ангелиной Николаевной, с его вдовой, да, что, ну, вот они уедут, они постараются обустроиться, и они попробуют меня вытащить туда. Писем не было, но были там регулярные какие-то шмоточные посылки. Ну, понятно, ребенок растет, в общем-то, и в Германии, и в Париже с детскими вещами в 76-м году было попроще. Вот, поэтому посылки регулярно приходили, деньги каждый месяц все равно тем или иным образом передавались. Есть же что-то более важное. Да, ну, понимаете, но все равно все же боялись, понимаете, любые все эти звонки. У нас телефон-то, честно говоря, появился только, опять же, в конце 76-го года в квартире. Да, это сейчас как-то не позвонить. Почему мне полчаса не звонишь? Короче, вы простили. Да, конечно. Давно. Тяжело было? А теперь, наверное, я могу сказать, уже, наверное, нет. А тогда? А тогда это был мучительный процесс. Понимаете, потому что возрительное понимание у Бога все живы где-то там вообще, и тогда, когда это касается лично тебя, это довольно такие разновеликие данные. Ну, да, но у Бога все живы. Это когда-то там, где-то. Да, где-то там. А здесь... А вот здесь сейчас знать, что на самом деле существует. Вот это совершенно невидимая грани, совершенно не понимаю, как это работает. Но я понимаю, что когда очень надо, значит, оно как-то преодолевается. А песни слушали? Да, конечно. Без отторжения? Нет, песни как раз были важны. Песни, видимо, начал слушать все равно где-то лет с десяти. Они, конечно, очень сильно повлияли. Потому что особенность поэтики галичевской в том, что там можно слушать с комментарием. Там без комментариев какие-то вещи не понять. То есть для того, чтобы понять, о чем эта песня, приходится что-то такое спрашивать, прочитывать, проглядывать. И это очень сильно расширяет кругозор. Этим он отличается от многих других авторов. Мне это очень помогло. Какая дина песня? Расширить кругозор. Сейчас в основном, конечно, если я говорю просто именно о песнях, это чаще всего вспоминаю последние песни. За чужую печаль и за чье-то незванное детство. Потому что действительно возвращается вечером ветер на округе своя. За чужую печаль и за чье-то незванное детство нам воздастся огнем и мечом и позором вранья. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. возвращается вечером ветер на круги своя. А вы хотели быть на него похожим? Не знаю. В разное время, наверное, по-разному. Вот это опять же как-то было связано с возрастлением. Я хотел быть похожим, я не хотел быть похожим. Но это такие сложные довольно штуки. Тут тяжело что-то одно вычленить. Сейчас я просто рэп. Ну, все-таки, видите, в 56 уже пора что-то соображать начините. Этот алтарь, этот престол, это все находится на пятом? Пятом. На пятом этаже большого промышленного здания. А так можно? Можно, а почему нет? Не знаю, обычная церковь, маковка. Церковь маковка это в общем уже такой советский стереотип, потому что других не было. Вообще до революции, в частности вот здесь в Санкт-Петербурге, понятие домовая церковь это было такое очень развитое понятие. Это чаще всего было помещение просто внутри здания, которое оборудовали, ну, понятно, все равно оно со всей атрибутикой, которая необходима для богослужения, но совершенно необязательно строить отдельное здание. Опять же, по нынешним временам, когда небольшие общины, ну, вот, наши, в частности, апостольской православной церкви, вынуждены служить в довольно стесненных условиях, мне кажется, неоправданно и глупо тратить миллионы на здания. Значительно правильнее использовать вот какое-то помещение, когда у нас просто аренда, для того, чтобы проводить в одном и том же помещении еще какие-то дополнительные мероприятия, использовать его и для встречи, и для лекций, и для, собственно говоря, богослужения, и для образовательных, и для социальных, да, когда мы тут тех же самых беженцев собирали, вот, чтобы что-то им такое рассказывать и объяснять, не связанное с делами церковными, а связанное с, ну, просто с тем, как обустроиться, да, в условиях большого города, потому что гигантская проблема довольно большого числа людей, которые оказались вынуждены покидать собственные дома, потому что они жили в маленьких городках, в маленьких деревнях, они очень часто люди, которые, так сказать, событием была поездка в райцентр, а тут они вынуждены бросить все, уехать, оказаться в большом городе, да, язык они понимают, да, язык они этот знают, а условия существования совершенно другие, поэтому часто приходится вот так собирая людей, просто рассказывать им, что вот такие есть возможности, другие есть возможности, обязательства есть, государство перед вами, у вас перед государством, и поэтому, ну, глупо, понимаете, если здание стоит только для того, чтобы раз в неделю в нем молиться Богу, ну, как-то это очень расточительно, и неизвестно, но если мы с Господом, то нам, наверное, многое возможно, и неизвестно, откуда придет помощь, и как она придет, но придет она только в том случае, если мы будем на правильном пути, хотя быть на нем сейчас очень тяжело. Это правда, что вы в том числе занимаетесь помощью в обменах военнопленными? Нет, неправда. Или вы не хотите про это говорить? А дети? Дети, да, пожалуйста. Что сейчас происходит с точки зрения вывоза украинских детей из России? Конечно, тут есть определенная подмена понятий, потому что, собственно говоря, возвращение украинских детей в Украину все это время происходит в строгом соответствии с российским законодательством, даже с международной практикой и так далее. Но, конечно, в этом есть определенность и серьезное лукавство. Потому что, как говорится, ребята, как вывозили, так бы надо и отдать. А как вывозили? Это один из важнейших вопросов. Мы сталкивались уже с огромным количеством, в том числе и в первую очередь недокументированных выводов. Вот жил человек в Херсонской области, жил себе и жил. Мама была, братья и сестры были. А потом раз, например, и он в городе, допустим, Верхняя Пышма Уральской области. Вот как он там оказался? А нету никаких. Вот есть документы о том, что тогда-то он поступил в городскую больницу. Ну, это правильный алгоритм. Любой несовершеннолетний, найденный, условно говоря, на улице, сначала его везут в медицинское учреждение, там его должны обязательно осмотреть, в том числе на предметы всевозможных нехороших повреждений и так далее. Потом уже, так сказать, через социальную службу куда-то определять. Как он оказался? Сам человек довольно взрослый, он говорит, ну, какие-то вот дяди в форме. Дальше, конечно, ориентироваться только на его рассказ невозможно. Потому что это требует какого-то более серьезного разговора. Кто-то выезжал с родителями, кто-то выезжал с соседями. Особенно в момент обострения в Мариуполе, когда шли в городские бои, там очень все было по-разному. Там просто вплоть до того, что ребенка могли запихнуть к соседям в машину и сказать, только вывезите его отсюда. Потом в итоге соседи выехав начинали заниматься своими делами, потому что, понятно, они не обязаны. Ребенка куда-то там пытались сдать, ребенка потом теряли, потом находили и так далее. Были, конечно, совершенно, я бы сказал, трагическо-гомерические истории с этим детским отдыхом, когда детей из Херсона отправили на отдых кого в Крым, кого в Анапу. А потом жест доброй воли, и в итоге родители остались в Херсоне. Который стал украинским. Да, украинским. А дети, значит, здесь. В принципе, для детей, где-то начиная с 8-9-летнего возраста, телефоны не являются чем-то уникальным. Они все умеют пользоваться, они все умеют скролить социальные сети. Они умудряются даже совершенно с другого аккаунта найти маму с папой и, значит, как-то написать и сообщить, что я вот тут. То есть, дальше это вопросы такие чисто технические. Да, что не все родители готовы поехать. Не у всех родителей бывает готовы заграничные паспорта. А понятно, что сейчас надо ехать только по загранпаспорту. Это только родитель сам может теперь как-то приехать и взять в руки своего ребенка. Если речь идет о ребенке не детдомовском, не являющемся социальным сиротой, только сам родитель должен приехать в Россию, засвидетельствовать факцию его приезда, забрать ребенка и потом с ним выехать назад. А сколько этих детей? А вот это самый сложный вопрос. Потому что украинская сторона говорит о десятках тысяч. Да, это самый сложный вопрос. Потому что, ну вот по крайней мере для нас, как для такой волонтерской группы помощи, для нас существует единственный показатель это обращение. Пусть не родители, пусть дедушек, бабушек, сестер двоюродных. Кто-то должен обратиться и сказать моего племянника увезли, моего брата увезли, он предположительно тогда-то и вот туда-то. Если этого обращения нет, понимаете, ну а как искать человека? В данном случае все довольно печально, потому что таких вот обращений, прямых обращений от родителей, ну, несколько десятков. Десятков, не тысяч, а десятков. Десятков. То есть в пределах ста. Да. И более того, я знаю, что я разговариваю с какими-то, я бы сказал, профессиональными структурами в Украине, которые этим заняты. Не политическими, а профессиональными. И они тоже говорят, что у них мало заявок, у них мало обращений. Те обращения, которые есть, в основном удается отработать. Даже если где-то какие-то шероховатости по ходу возникают, да, неподготовлены, поездка, не получен, предположим, паспорт, не взяли ни оригинал, свидетельство о рождении, там, черно-белую ксерокопию, ну, какие-то такие вещи, к чему бюрократия цепляется. Погодите, но в минувшем году Путин подписал закон о том, что теперь гражданство может человек взять в 14 лет. И если украинскому ребенку было 14 лет, то, получив сейчас российское гражданство, может быть, даже не по своей воле, он перестает считаться украинским гражданином. И все. Ну, понимаете, нет, во-первых, не все. Даже если человек становится российским гражданином, он, во-первых, при этом не утрачивает свое украинское гражданство. То есть у него получается фактически двойное гражданство. То есть его могут найти родители? Ну, конечно. Ну, вот у нас были случаи, да, когда человек, в том числе, вот так вот, вывезенный, да, и находящийся в детском доме, его нашли, установили контакт, мама приехала, забрала ребенка, как раз исполнил 14 лет. Физически он еще не успел получить паспорт, но заявление уже было оформлено от лица детского дома, то есть он должен был его получить. Это как бы технические моменты, понимаете? Не технических моментов, там значительно больше. Каких? Этических. Этических? Этических. Потому что, конечно, у детей чудовищное потрясение. Чудовищное потрясение и для взрослых. Потому что одна бабушка, которая с детьми уехала из Мариуполя как раз, и они, ну, они остаются здесь, но описание дороги, да, мы идем по проселку, и собаки едят трупы. И все, что я делаю, говорит, я, говорит, я, говорит, ладно, приехал, у меня вообще ничего не осталось, в каком-то рюкзачке, в котором документы были. Мы все бросили. Почему? Потому что, говорит, я закрывала, чтобы дети не смотрели. Два чемодана, все собрал, ну, какую-то, все бросил, лишь бы они не смотрели. А родители? А родители? Отец погиб. Мать за пределами России. Ей можно вернуть этих детей? Работаем. Ну, то есть, вот этически, по-вашему, как правильно, чтобы они остались сейчас с бабушкой? Ну, этически, самое правильное, чтобы дети не терялись с родителями, это раз, и чтобы дети находились в безопасности, это два. Потому что, возвращаясь к моей службе в армии, я в безопасности. Значит, тюрьма, это было опасно, поэтому лучше было пойти в армию. Но армия, это было опасно, потому что могли послать в Афганистан. А вот, чтобы не на Афганистан, это хорошо послужить на Украине, да, потому что Украина, так сказать, тепло и благодать. Но как раз, когда я пошел служить, случился Чернобыль. Так что, где будет опасность, понимаете, как раз наши воинские части, потому что, на самом деле, я, конечно, сказал, театральные войска, на самом деле, это был полк связи, вот, то есть, вообще-то, вот, мои сослуживцы и тогда, они обслуживали как раз узлы связи, которые стояли там в зоне Чернобыльской АЭС. Так что, все относительно. Понимаете, хорошо бы, чтобы ребенку было безопасно, чтобы связь с родителями не утрачивалась. Да, сейчас это сделано чуть легче. Да, потому что те же самые видеозвонки, хоть целый день разговаривая с мамой, с папой с утра до ночи и вместе решая, там, задачки по арифметике, да. Вот это чтобы оставалось. А физически, ну, что делать? Ну, мы регулярно уезжаем, там, в командировки еще куда-то все, да, но это же не значит, что мы детей бросим. Это правда, что здесь в церкви вы венчали, в том числе, и пары беженцев из Украины? Да, конечно, да. Сколько? Три или четыре пары у нас венчалось. Это люди, которые остались в итоге в России? Нет, они уехали в Европу. Да, это правда, мы тут венчали и отпевали, и крестили. Прихожане в вашей церкви в итоге занимаются вот этой очень сложной деятельностью по вывозу людей из Украины и помощи им уехать куда-то за пределы России или остаться наоборот в России. Я понимаю, что все, о чем мы сейчас будем говорить, оно очень сложное, и оно связано в том, что с безопасностью... Не все так одноизначено. Не все, нет. И оно связано с безопасностью людей. А почему, кстати, это оказывается опасно, помогать людям приехать в Россию и уехать в Европу? Я предположу, что это не вопрос того, что они делают. Это вопрос того, что в Российской Федерации репрессивный аппарат сейчас работает совершенно рандомно. Вот вы, например, иностранный агент, а я до сих пор еще нет. Вот. Почему? У вас все впереди. Да. Ну, видите. Но у вас, возможно, исключение из этого списка. Мы же знаем примеры. Кого-то исключают. Вот. Это абсолютно рандомное действие. Естественно, люди, которые что бы то ни было делают активно, они попадают в поле зрения. В том числе правоохранительных органов. А дальше все. Ну, вот кому как повезет. Я готов себе представить, да, как вот с утра в каком-нибудь отделе люди садятся и бросают Орел, Решка. Орел, значит, Иванов. Решка, значит, Сидоров. Логики в этом давно уже никакой нет. Никто никакой государственной безопасностью всерьез не занимается. Ну, видите, при словах государственной безопасности срабатывают сигнализацией в здании. А какая самая красивая здесь была свадьба? Самая красивая свадьба была не здесь. Самая красивая свадьба была в больнице РЖД, где у нас жених не мог стоять. Ранен? У него травма. Он сам из Камеруна. Он учился в Херсоне, в Миндисонском университете. Вот. Ну, встретил прекрасную украинку. Глаза их встретились. Они полюбили друг друга. Значит, ему надо было срочно начать зарабатывать деньги. Он пришел работать на стройку. Упал с высоты. В общем, лежит с тех пор пластом. И вот они выехали уже практически в самый последний момент, когда уже только переправа, только на лодке. В общем, мы их вывезли. Они приехали в Петербург. И дальше надо было ехать в Финляндию. Перед тем, как ехать туда, они как бы попросили, говорят, а вот мы хотели бы еще и повенчаться. И вот, значит, наш камерунский принц с украинской принцессой в больничной палате мы их венчали. Это было самое красивое. Сколько через вас бешенцев прошло? Ну, вы знаете, полколичества заявок у нас уже за 15 тысяч перевалило. Каждая заявка, это может быть один человек, а может быть и 60. На какие деньги вы вывозите этих людей из Украины? На какие деньги они живут здесь? И на какие деньги они отправляются в Европу? Ну, как вы понимаете, это все только частные пожертвования. Частные пожертвования. Только частные пожертвования. От 10 рублей до, не знаю, 2,5 миллионов. Причем сейчас же понимаете, что это только частные пожертвования российских граждан. Ну, или как минимум обладателей российских счетов. Потому что никакие трансграничные платежи не проходят. Но никакой организации волонтерской вы не создали? Ни фонда, ничего? Нет, мы специально не стали. У нас есть, это называется, структурное подразделение. Центр помощи беженцам в Санкт-Петербург. А как юридическое лицо действует местная религиозная организация. Она заключает... Бажность? Да, совершенно верно. Она заключает все договоры, в том числе на аренду помещений, на медицинскую помощь со всеми государственными, частными клиниками. А почему так? Так проще. Потому что для религиозной организации внутренней финансовой дисциплины, она, так сказать, чуть проще решается. Создавать фонд – это дополнительная нагрузка на бюджет самой организации. Мы будем вынуждены тогда оплачивать бухгалтерию отдельно, оплачивать только людей, которые будут все платежки и все чеки собирать. Это может быть довольно значительная сумма в конечном итоге. Ну, то есть как в любом фонде. Мы знаем, что любой фонд с самыми благородными целями, все равно от 10 до 30 процентов, вынужден тратить на собственное содержание. Иначе это не работает. А мы за этот счет, в общем, все-таки немножко экономим. Люди, которые будут нас смотреть и захотят помочь. В чем сейчас есть острая необходимость? Чем сейчас можно помочь и быть полезным? Ситуация меняется. Меняется регулярно, меняется стремительно. Ну, как было, например, в ситуации, когда рванула плотина Каховской грязь. То есть все было ничего, все было более-менее налажено. Вот эти едут, вот эти остаются. Вот это так, вот это сяк. Вдруг это случилось. Поэтому людей, кого это волнует всерьез, призывая подписываться на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера», канал, там можно все прочитывать, так сказать, всю актуальную информацию. Но все остальное зависит от того, где человек находится. Человек находится где-то по пути следования массовых этих потоков, да, в Ростове, в Воронеже, в Москве, в Петербурге и так далее. Есть масса дел, где можно и нужно делать своими руками. Есть, опять же, информационная поддержка, так сказать, любого выезда. Там постоянно бывают нужные волонтеры, которые остаются на связи, остаются на связи с людьми и могут подсказать вот каждому конкретному человеку, куда ему сейчас поворачивать. Потому что человек приезжает в город, где он никогда не был, и он не понимает, ему говорят, иди прямо. Что значит иди прямо? Иногда человек теряется. Люди, которые выезжают из мест боевых действий, они, конечно, все люди с тяжелейшим посттравматическим синдромом. И то, что нам, сидя дома, кажется нормальным и очевидным, для людей может быть ненормальным и неочевидным. Ну и цинично, конечно, деньги тоже всегда нужны. Потому что самое главное, на что уходят самые большие деньги, это медицинская помощь. В среднем выезд одного человека – это 10 тысяч рублей, а одна госпитализация – это 150 где-то тысяч минимум. А это раненые или это просто болезни текущие? Это разные ситуации. Понимаете, конечно, у нас есть свои, так сказать, критерии, свои приоритеты. Естественно, если у человека минно-взрывная травма, мы берем, так сказать, не уточняя ничего. Если у человека просто обострение хронических заболеваний, мы как бы стараемся уточнить, насколько социальные показания соответствуют. Вы верите в том, что на вашем веку закончится война? Да, конечно. Я не сомневаюсь. Как вы себе представляете этот конец? Конечно, мне бы хотелось, чтобы на розовом облачке спустились единорожки, раздали всем зефирки с печеньями и так далее. Я думаю, что если вспомнить финал повести «Братьев Стугацких, парень из преисподней», когда они толкают этот самый грузовик с лекарствами, ну, вот примерно так. Мы очень близко уже вот к этому состоянию. Все, как говорится, на кончиках пальцев. Понимаете, любое какое-то неловкое, неосторожное движение может привести к обрушению ситуации. Ну, и не будем забывать, что вообще любой человек смертен. Причем внезапно смертен. Так что все может повлиять на то, что это может закончиться в любой момент. Не хватает политической воли, конечно, в первую очередь и российской стороне, во вторую очередь всем остальным странам мира для того, чтобы пускай насильно усадить стороны за стол переговоров. Пока этого до сих пор не произошло. Но она кончится. Вот расхлебывать это дело придется очень долго и очень тяжело, потому что начиная с того, что гигантская территория сейчас перепахана войной, перепаханы человеческие судьбы, которым довольно большое количество людей все равно исходит из того, что мы хотим вернуться домой. Вот я с марта месяца 22-го года все-таки так регулярно, ненастойчиво, но регулярно задавал людям вопрос, что вы хотите. Мы хотим домой. Мы хотим домой. Вот это сознание дома, который там остался, оно все равно даже у людей, у которых все известно, у нас, собственно, ничего не осталось. Ну, где-то там в архивах можно найти кулачок бумаги, на котором написано, что вот ваша квартира была тут. Да, но все равно хочу домой. Придется реанимировать, придется разминировать. Самое главное, нужно каким-то образом лечить души совершенно израненной. Израненной злобой, израненной ненавистью. Израненной желаниями мести. Мир не наступит, пока мы желаем отомстить. Как с ремонтом, да? Ремонт можно прекратить. Боевые действия можно прекратить. Но прекращенные боевые действия еще не означают мир. Вы чувствуете, как внутри вас вот эта темная сила, ненависть, злость, равнодушие, скука растет и становится больше любви? Нет, оно не растет, но оно периодически поднимает голову. Потому что, знаете, я помню, очень так дернулся сам, если хотите. В самом начале, как раз, собственно, в феврале еще, стало появляться какое-то гигантское количество видеоматериалов, хроники, снятых с телефонами. Кто-то стреляет, какой-то танк, один танк, другой танк и так далее. У меня такая вот футбольный матч. И я вдруг в какой-то момент говорю, подожди, там же люди, там же живые люди. Вот сейчас этот снаряд попал в этот танк. И мы видим, как это все разлетается в разные стороны. Только что на наших глазах не стало нескольких человек. Остановись. Понимаете, потому что, конечно, есть ряд наших с вами, коллег, которые прямо вот одного дня не проходят, чтобы что-то такое в таком вот ключе не прокомментировать. Вне зависимости от стороны. Понимаете, тут, как говорится, оба хуже. Никакого уважения к человеческой жизни. Никакого уважения к человеческой смерти. То есть, идет смакование всех вот этих деталей. Но вот это очень печально. И нужно все-таки уметь отстраняться. Как бы мы ни сопереживали. Кто кому. Неважно. Это не футбол. А что вы делаете, когда вот это вот черное в вас поднимает голову? Говорю, брысь. Брысь. Все, помогает. С бессилием, стало быть, вы не сталкиваетесь? С усталостью приходится сталкиваться. И очень часто. А вот с бессилием, что вы ничего не можете на самом деле сделать? Ну, ладно, слушайте. Знаете, как в том анекдоте. Про этого самого адвоката. Вы только выпили виски и помолились. Все, что мог, я сделал. Ну, слушайте. Молиться моя профессия. Поэтому, ну уж, это-то я точно могу сделать. Отец Григорий, а что после смерти? Жизнь. Как она выглядит? Смерть – это биологический этап. Смерть организма – это не... Исчезновение сознания. Выглядит все совсем не так, как в детских сказках. Как это выглядит? Сложно сказать, не знаю. У меня есть какие-то только смутные, в общем, представления. Но там что-то очень интересное происходит. Есть ли у вас уверенность, что любовь победит? Да. Да. Когда? О временах же и сроках не можем рассуждать. Вот. Но я думаю, что когда-то победит. А вам вообще бывает страшно? Ну, здесь находиться? В России? Нет. Слушайте, я не то, что этого не боюсь. Из меня регулярно стучат. Не сомневаюсь. Да. И ко мне регулярно, так или иначе, если не приходят, то подкатывают. Ну, слушайте, ну это данность. Это данность. То, где мы живем. Если этого ничего не хочется, надо уехать куда-нибудь на дальний берег с белым песочком, лежать под пальмой, есть свой банан, и молчать в тряпочках. Ну, то есть вы к тюрьме тоже готовы? Ну, если понадобится. Я не знаю, готов я или нет. Это совершенно не исключение, что в любой момент это может случиться. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Что вы сделаете, когда кончится война? Помолюсь.